Субтитры создавал DimaTorzok Да, это была моя мечта. У меня одноклассник, актер известный очень на всю страну, одноклассник, с которым мы в военном училище учились, была мысль, у меня бы получилось или нет. Но дело-то не в том, это была моя реальная мечта. Мечты-то сбываются в нашем мире, и ты это можешь. Но задумка была совсем другая. Мне когда предложили во втором фильме сняться, я посмотрел первую. Я когда посмотрел на эту комедию молодежную, у меня первая мысль была, где тут я. Я вообще. Две разные вещи. Ну как это можно совместить? Вы знаете, делай то, что никто никогда не делаю. Если ты совместишь то, что никто никогда не совмещал, это же в мыслях не было. Это только на всю голову ударенный человек может что-то пойти на такое. Ну я думаю, как раз мы сделаем и завоевываем какую-то славу, пусть она и скандальнее будет. Но во второй части что сделаем? Начинается комедия с вот такой конференции. Главные герои сидят в первом ряду. И у них раздор в семье. И я, как президент холдинга на фоне нашего логотипа, вот так на весь экран, больше этого, вот так до потолка, на весь экран, это в кино. Я говорю, что большинство семейных неурядиц из-за отсутствия комфортного жилья. Ипотека уже неактуальна. Будущее из-за кооператива. Вступайте в кооператив. И это пошло начало хитро. Потом… Ну все, что я на лестнице читаю, просто новости рассказываю. Ничего. Потом продолжение идет. Там в процессе фильма, две недели снимался фильм в одном отеле. Я практически снимался каждый день, потому что у меня не главный, но одна из главных ролей. Потом в конце сделана вот такая конференция, тоже полный зал людей, массовка, но полностью инсценирован наш семинар. Тоже логотип. И я на сцену приглашаю всех главных героев. Я приглашаю их на сцену и вручаю, поздравляю их, что они от нашего кооператива Bestway на сцене. Life is good. По бокам висит Bestway. Это все в кино, на большом экране. И они выходят в сцену. Я вручаю наши таблики. И даже сейчас скажу номера, которые я вручил. По-моему, вчера кто-то из вас их получил. Номер 97, номер 98 и номер 99. Наши три таблички я вручаю. Это на большом экране, в кино. То есть идет полная популяризация нашего продукта на художественном экране. То есть люди это видят, что реальный кооператив, реальный логотип, реальные люди получают жилье. И это увидит вся страна. Представляете, это не дело не просто в нашей стране, в мире никто. Кто-то думает, зачем это? А увидите. Увидите на следующий год. Вы знаете, я обращаю внимание, часто люди приводят примеры. Приводят примеры чего? Что, а вот в том-то кино тот-то так сделал, значит так можно. То есть актеры, персонажи из кинофильмов становятся примерами для действий в жизни. Это же очень мощный инструмент. И у нас теперь он есть. 7 декабря премьера. Первую часть посмотрели 48 миллионов человек. Вторую часть, поскольку она более серьезная, ну как серьезная, она более профессиональная получилась в комедии. Я не видел. Увидим. 7 декабря я буду вместе с вами смотреть. Но самое главное, что вторую часть прогноз, что посмотрит более 70 миллионов человек. Представляете? А теперь представьте, какую подъемную ждет на следующий год. Представьте! Ну вот как раз к этому и подошли. Рынок, который в этом году четко узнает, что такое компания Life is Good и Кооператив Bestware. Рынок тех людей, которые понимают, по-русски понимают, это бывший Советский Союз, СНГ, 300 миллионов человек. Россия около 150, плюс все остальные республики, 300 миллионов человек. По вашему мнению, какой процент населения может позволить себе стать нашим клиентом? Или открыть счет Vista, или вступить в Кооператив? Сколько людей в процентном соотношении? 150 процентов. Ну кому нужно жилье? Это примерно 70 процентов. Но сколько из них могут позволить себе в ближайшем обозревом будущем? Какой процент? Один. Это вот пессимист сидит. Один. Вообще, все наши успешные директора выходили, и они были привязаны к такой цифре. Из 10 человек, да, директор типа? Из 10 человек один. То есть это 10 процентов. Это нормальный результат. Но вот специально для этой дамы всегда в зале есть пессимист. Вот специально для пессимиста я говорю 1 процент. Давайте мы от 300 миллионов возьмем 1 процент. Это 3 миллиона клиентов. Вы знаете, сколько у нас сейчас сотрудников? Около 14 тысяч, да? Счетов виста у нас открыто около 30 тысяч. Ну, многие имеют по 2, по 3 счета виста. Кто-то 5, я не знаю зачем, но имеют 5 счетов. Да, на всякий случай, директор, он всегда говорит, на всякий случай у него много не бывает. 3 миллиона клиентов. Смотрите, 3 миллиона это 1 процент. У нас под сути дела боевых единиц 14 тысяч. Ну, представляете, за 3 года. Понятно, что есть динамика. Ну, 14 тысяч. А у нас 3 миллиона это 1 процент. Если взять 10 процентов. Давайте дальше по цифрам пройдемся, чтобы вы могли немножко осознать. Если бы мы возьмем среднее количество единиц за кооператив 80, за висту 33. Давайте возьмем 50. Давайте. 50 единиц умножим на 3 миллиона потенциальных клиентов. Это получится 150 миллионов единиц. 150 миллионов. Это пока еще мало о чем говорить. Давайте мы это переведем в наших успешных директоров лидеров. Это 150 директоров десятого уровня. Это 1500 директоров восьмого уровня или 6000 директоров шестого уровня. Восьмерок сколько у нас за 3 года? 3. 3. 3 восьмерки. Шестерок я даже не посчитаю сразу. Или более 2 миллиардов евро выплаченного гонорара. Пока еще тоже в голове не укладывается. Но опять же в цифру вернемся. Сейчас у нас 14 тысяч за 3 года. А глубина рынка у нас 3 миллиона. Вы представляете? Это если 1 процент. Реально 10 процентов взять. Я вам скажу. Нам с вами, нашим детям и даже внукам Александра Федоровича жизни не хватит для того, чтобы охватить этот рынок. Более того, пока вы будете охватывать этот рынок, подрастет следующий. Читал пара Джена. Мне кстати просто немножко скажу. Сегодня мы сидим или вчера мы сидели за ужином. И директор Александра Джена говорит. Слушай, а можно я сцену выйду со своей роднёй? Я говорю, не-не-не. У него пятеро детей, восемь внуков. Ну представьте еще. Здесь дитя. Когда для других директоров у нас-то не останется. Поэтому пока он сам, кстати, большой профессионал по сетевому маркетингу. Я правильно спросил? Посмотрите на глубину рынка. Вот это и есть глубина рынка, которая работает как-то. Если кто-то из вас сказал, так вот уже три года, если бы не раньше сказали, такой пессимист обязательно идёт. Ну, хочу порадовать вас такой статистикой. Сегодня, по-моему, директор Гульшат Балтина и Айгулька Сабитоа сказали, что те, кто вошел в первые три года, это будут самые богатые люди компании вообще. Потому что отгелем это сделается всё. Сейчас вам покажу на ляду пример. Из жизни, из природы. Второе – это девять процентов. В течение пяти лет. То есть ещё два года – это десять процентов суммарно. Это самые богатые люди компании и вообще этой индустрии в мире. Те, кто входит в первые пять лет. Я вас хочу поздравить, потому что вы вошли в первые три года. Это один процент. Первый один процент – самый богатый людей. Теперь один процент. Естественно, дойдут до фитча не все. Половина из вас, может и больше половины, срежутся. Сейчас посмотрим на вас, кто выживет. Знаете, борьба за живучесть корабля. Мы будем вам подкидывать за разные испытания. Ну, по жизни-то они постоянно какие-то бывают. Знаете, борьба за живучесть корабля. Будем немножко веслом. Кто выплывет, там вы достанете реально всё. Поэтому посмотрим, кто из вас дойдет до этого финиша, кто выживет первые пять или десять лет. И понятно, что путь легким не бывает. Посмотрим на вас. Кто из вас выживет в образе, в бизнесе, тот получит действительно всё. Четвертое – карьера. Поскольку я офицер, карьера для офицера – это всегда было святое. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Слышали это все. Так вот, когда я создавал карьеру, кто мы ждали пассивный доход? О, нет. Есть надбавка за выслугу лет. Чем дольше он служит, тем больше он получает надбавку. Это привязывает человека служить до пенсии. И есть вот эти вот надбавки, различные инструменты. И вы видели сегодня директора. Я первый раз это в истории. Обычно все говорят о своих доходах от сети. А сегодня они говорили только о пассивном доходе. Представляете, это наркотик. Люди говорили о пассивном доходе. Вот эти вот молодые, ну сопляками их не назвать, конечно, но они говорят о пенсии. Выходит директор Санников, которому, извините, еще 30 лет, и говорит, я пенсионер. Видели такого? Поэтому вся карьера, она была настроена так, чтобы человек получал удовольствие и работал. Более того, у нас самая высокооплачиваемая сетевая карьера в мире. Я поэтому и создавал. Всегда руководитель компании и руководство вообще, менеджмент, они должны заботиться о своих сотрудниках. И мы не будем терять своих партнеров, если их труд будет достойно оплачен. И поэтому первую половину карьеры при подсчете я впервые нарушил. Меня уже советники пытались казнить по-разному, что давай директорам больше, а давай их урежем ниже стоящих сотрудников. Но когда вышла директор Ким, Светлана Ким, она сказала, мы за 4 месяца заработали 25 тысяч евро, ну а в какой компании вы можете за первые 4 месяца вот так взять и заработать в сетевой? Как правило, во всех сетевых компаниях на первых парах, первые шаги, во-первых, опыта мало, они еще не знают, как рассказать, еще язык не стал, во-первых, опыта мало, а во-вторых, очень маленькие тарифы. И человек приходит в сетевую компанию, он старается, старается, ему мотивируют, кто состынет, давай! А он приходит домой, мотивируется, приходит, у меня опять месяц проходит, он 50 долларов, в следующий месяц еще больше старается после такого мероприятия. Приходит он, ну, 50 долларов, он еще сколько может месяцев работать за 50 долларов? Сколько там мне показывают в других компаниях, не буду имена называть эти компании, где у них зарплата по 3 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, 10 тысяч рублей, сколько человек может? Поэтому они работают все параллельно или во всех параллельных проектах, или они ходят на основную работу и только подзарабатывают. Ну а если с самого начала человеку дать возможность заработать на первых ступенях карьеры, первый, второй, третий, четвертый, пятый рублей, он посмотрел, здесь встретился с несколькими клиентами, то есть 25 тысяч евро за 4 месяца, это, грубо говоря, 6 тысяч евро в месяц. Ну, неплохо, 6 тысяч евро в месяц, и он посмотрел, здесь отдача или 8 часов на работе по найму. И поэтому люди принимают решение, бросают работу, приходят, занимаются уже сфокусированно на бизнесе, и они действительно достигают успеха. И действительно тот рост, который вы видите, наблюдаете, все говорят, какой-то феномен, объясняется очень просто. У нас щедрая карьера, самая высокооплачивая ситуация, твоя карьера имеет. На сегодняшний день, возьмите, проведите анализ, больше, чем наша компания не платит никто. И если взять, провести сомнения с классической MLM-компанией, везде есть и предусмотрена только фиксированная оплата от продаж. Если тебе парили мозги о том, что ты получаешь какой-то пассивный доход вранье, ты делаешь продажи, за свои личные продажи получаешь оплату, какую-то комиссию. Или ты сделаешь выбор, либо твои люди, которых ты набрал, они делают продажи, и ты получаешь проценты от их работы. Если продаж нет, денег нет. Правильно? И ты становишься каким-то зомби, потому что 3-4 года работы одно и то же. Либо ты продаешь, либо ты их заставляешь продавать. И ты их трясешь. И ты проводишь мотивационное собрание, ну давайте работать, ну давайте, ну ты даже такой же, как и я не иду. Проходит год, два, три, и ты занимаешься тем же самым, потому что если у него продаж нет, у тебя денег нет. И ты продаешь, 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 продаешь. Такая подоконная система Тейлора, которую заставляете постоянно рекрутировать, работать, работать самому, а он не может еще сам работать, потому что денег нет, у него не хватает денег, маленькая оплата. У нас человек с первого уровня перешел на вторую уже достаточную оплату, чтобы даже арендовать свою комнату в каком-то офисе, или просто офис, и он уже сидеть уже, работает. Есть люди, которые уже 5 лет проработали в каких-то других компаниях? Есть такие в зале? Руки? Десять лет кто в сетевой компании есть? В разных нефинансовом консалтинге я сейчас задаю, вы в какой? В продуктовой работали? В другой? В продуктовой. Вы сколько лет проработали? 20 лет. Примерно, даже вот не знаю, как вы там работали, но примерно, как это выглядит, потому что я видел очень много. Так вот, как это выглядит? Знаете, когда голый в бане мыло уронил? Он его поднимает крышицу, и он не скальзывает, он снова поднимает. Год, два, три, двадцать. Бабки где? Где бабки? Где бабки, которые вам обещали? Где деньги, которые вы хотели заработать? И где та жизнь, о которой вы мечтали? Вы тоже, я так понимаю, работали, да, в кармане? У блондинка вы? Да? Да? Не бойся. Люди работают, а денег нет. Ну еще лучше работают, денег нет. Сейчас вообще в товарных компаниях достаточно тяжелая ситуация. Во всех этих компаниях, которые занимаются вот такой линейкой. Очень тяжелой. И люди уже во всех пирамидах, в десяти компаниях, потому что денег нет. Он переходит в другую компанию, она вроде как получше, а денег все равно нет. И люди, которые проработали по нескольку лет в этих компаниях, они так ничего не заработали. И вы можете мне откровимо сказать, я знаю, что денег-то нет, которые вам обещали, которые вы хотели. И поэтому это только фиксированная оплата от продаж. Перестаешь или, не дай бог, заболел, все, денег нет. И у меня такая мысль была, нужно создать некую систему, которая будет давать возможность получать оплату комиссиону за ту работу, которую ты давно сделал. И ты в компанию привел капитал, привлек. Этот капитал в компании работает. Правильно? Да. Но не только компания должна получать доход с обороты этого капитала, с работы с ним. Ты же тоже участвовал в привлечении. Совершенно очевидно, что это должно быть какое-то пополам. Ты привлек и за свою работу получил, за ту работу компания должна делиться. Я 16 лет работал в швейцарской компании. Не секрет, компания SafeInvest. Мы продавали страховки. И нам платили по этой системе. Накупительная программа страхования жизни. Нам платили. Заплатил и все. А компания уже 30 лет пользуется и зарабатывает на тех деньгах, которые я привлек. Они мне ничего не дают. Приведи и все. И жили. Но если я туда привлек, значит, наверное, я имею, по идее имею право на участие в прибыли тех денег, которые я привлек в эту компанию. Я с этой точки зрения подошел, чтобы тебе, консультанту, дать возможность участвовать в прибыли тех средств, которые ты привлек в компанию. И пока ты в компании, ты получаешь. Если ты не в компании, естественно, ты не получаешь. Это является мощным ключом и мощнейшим инструментом, который избавляет нас, нашу компанию, отличаясь от его бизнеса. Когда люди работают во всех компаниях. Потому что если мы знаем, что человек работает на другую компанию, зачем оплатить этот доход? Это привязывает твоих людей, чтобы они занимались фокусированно в одном направлении, в одном бизнесе, в твоей структуре. Чтобы они не смотрели по сторонам, чтобы они шли в одной команде объединиться, чтобы жить. Так вот, фиксированная оплата продаж у нас, конечно, сохранена. Если ты привлек клиента, тебе это и до заплаты. Плюс к этому ты получаешь 10% от прибыли, начиная с директорского уровня. Это тот самый пассивный доход, о котором во все говорят директор. Начиная, как только ты достиг 6 директорской ступени, в компании выделен фонд 10% от всех средств, которые привлекли твои люди. Вся твоя структура. Не ты лично. Вся структура. 10% идет конкретно, распределяется по карьере среди директоров, независимо от того, есть у тебя продажи или нет. Я понятно объясняю? Понятно. Все поняли? Помимо комиссионной за продажу, ты получаешь еще 10% от оборота тех средств, которые работают в компании. И третье. Доплата за увеличение контрактной суммы. То есть тот клиент, который у тебя стал маленьким клиентом, чтобы попробовать, он 1000 евро заплатил, открыл минимальный контракт на 10, когда он попользовался, он стал доволен. Если он доволен, он потом начинает этим активно пользоваться, накапливать, увеличивать. Так вот, ты можешь об этом даже и не знать. За увеличение этого контракта своего ты получаешь доплату гонорара. Ну и помимо этого, опять же, мы беспрецедентные случаи ввели в нашу карьеру. Это фиксированный оклад для директоров для содержания своих офисов. Но есть условия, есть условия, что этот директор должен быть лояльным. То есть он должен заниматься только бизнесом, «Life is good». Тогда мы ему платим оклад для того, чтобы он оплачивал свой собственный офис, для того, чтобы он ездил в манировке, выполнял свои рабочие задачи для развития бизнеса. Понятно, если такой руководитель будет заниматься какой-то другой параллельной деятельностью, мы ему не будем оплачивать такой оклад. Зачем платить человеку оклад на содержание офиса, в котором он будет продавать трусы? Ну, в смысле белье. То есть, понятно это, да? Философия. Ну, два-три, три года работы в классической иммунальной компании, чисто в сравнении, твоя жизнь превращается в зомби. Потому что каждое утро, когда ты просыпаешься, у тебя в голове только одна мысль – новая продажа. Новая продажа. И в нашей компании ты имеешь возможность перевести дыхание, потому что в любом случае ты получаешь пассивный доход от тех средств, которые работают независимо от тебя в компании «Гермес». Ты получаешь пассивный доход. Вот что мы сделали. Опять же, беспрецедентный случай. И колоссальное наше превосходство. Опять же, перспектива. Если вы посмотрите сейчас на карту, карту России, представьте, вы, может быть, сейчас думаете, кто-то живет в своем городе, кто Петропавловск и Камчатский, кто живет в Ростове-на-Дону, и, может быть, оглядываетесь вокруг в своем городе, может быть, даже всего лишь в своем доме. У вас наверняка есть знакомые в разных городах, в разных городах России, не только России. Вы можете своих друзей привлечь из абсолютно любых городов и рек. И наверняка, если у тебя есть такие люди, которых ты сам хотел бы видеть своим партнером, среди них хотя бы 5-6 человек есть. Классические учебники говорят 5. Я говорю 6. Почему? Потому что то по носу, то золотуха, обязательно кто-нибудь срезусь. Один запасной. Если ты нашел 6 человек, 6 человек, которые могут быть в разных городах страны, и, естественно, ты найдешь больше, как у директора Больша Балтина, там, 19, там, 46, 49, из них 6 будут активными, которые будут воспроизводить тебя, дуплицировать. Так вот, если они тебя воспроизводят, значит, они на второй месяц повторять тебя сделают то же самое. Соответственно, на второй месяц у тебя будет 36 человек, на третий месяц у тебя будет 216, и на четвертый месяц у тебя будет почти полторы тысячи человек. Ну, я вам скажу это, пример из американского учебника, так вот обычно теоретики всегда писают. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь вот так вот делал, чтобы через 4 месяца полторы тысячи человек у тебя в структуре? Кто-нибудь сделал? Есть в зале кто это сделал? Один человек, да? Вы сделали это электронно по какой-то электронной системе или в электронной? Ну, как Андрей Асвинс называет, это кладбище. Потому что в сетях, когда регистрируется толпа, она точно так же за один день не пропадает. А вживую, на земле, в живые структуры, не через электронную почту. Я не видел ни одного человека в нашей индустрии, во всяком случае, финансовом консалтинге. Кто-то думает, не тратьте свое время, что если сейчас сделаю программу, я сейчас сделаю сайт, у меня сейчас все подписчатся, дам реферальную ссылку, и у меня сейчас структура вырастет. Ничего не сработает. Я еще не видел человека, который сделал и заработал деньги таким путем. Если такое есть, подойдите, научите меня. Если ты сделаешь лучше, чем я, я буду у тебя учиться и еще денег заплачу, чтобы поставить сюда, чтобы обучить людей. Нет, вот человек, нет, не было, может быть, будет, человек, который бы вот так взял в интернете, кинул реферальную ссылку, или построил структуру из тех людей, которые не знают. А вот эта перепись населения, или, как Андрей Свинс говорит, сетевое кладбище, никогда не работало и работать не будет. Если ты хочешь по-настоящему зарабатывать деньги, у тебя должны быть живые люди, вот такой живой семинар, живые партнеры настоящие, и ты с ними должен глаза в глаза общаться, обучать и точно так же воспроизводить. Кто-нибудь такой на земле сделал? Нет. А? Нет. А как вы считаете, это вообще реальный? Да. Почему реальный? Но у вас есть знакомые, которые такое сделали? Нет. А? Есть? Нет. Это в учебниках написано, возьмите там просто пять, двадцать пять, сто двадцать пять, там по пять, я шесть взял. Нет. Ну как вы считаете, реальный или нет? Нет. Реальный? Потому что реальный. 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 Вы видели кто-нибудь сделал? Нет, не видели. Реальный? Реальный. Я это сделал! Кто-то, кто-то, кто-то вы видите. Дело не во мне. Я такой же сетевик, как и ты, который сидишь в этом зале. Потому что когда я старался в этой компании, я первый, у меня номер один, директор Чичок, я урегистрировал руками номер два. Кто номер три? Где третий? Нету здесь. Кто? Седьмой. А, Валерий Андреев, директор Валерия Андреев, седьмой. Ну вот они сидят. Я их зарегистрировал руками. Я вместе с ними ездил по городам, вам рассказываю. Я, извините, брал ноги в руки. Через день или каждый день я был в новом городе. Я за месяц, от семинара до семинара, не за месяц, за четыре недели, за три с половиной недели я объезжал одиннадцать городов и собирали тело-репрезентацию, в которых было семнадцать человек, тридцать человек. Приехал к директору Щербакова, и она сказала, там человек восемьдесят, наверное, собрала, да, тогда? Приехали, там больше завтра не вмещалось. Я ездил, вот это делал, просто делал презентацию. У меня не было денег, я собирал все, что можно было, для того, чтобы купить билет и оплатить себе гостиницу, ну и тарелку еды. Для того, чтобы можно было приехать и прочитать презентацию. Каждый день я был в самолете. Если не получилось по билетам, потому что в Забайкале надо лететь далеко, шесть часов, то есть у меня один день перелет, один день презентация, один день перелет, один день презентация. Я просто говорил людям, так, я к тебе приезжаю такого-то числа, собираешь зал и собираешь людей. Я к тебе приезжаю. Я приехал, прочитал лекцию, снова ноги в руки. Одиннадцать городов за три с половиной недели. Это мой пример. И это реально потому что я сделал, не потому что я лучше вас. Потому что я это захотел и сделал. Дело-то в чем? Всегда. Если это сделал один человек, значит это может сделать и другое. Любой рекорд всегда бьется. Везде. Если я сделал столько, значит в этом зале обязательно есть человек, который сделает больше. Вопрос. Если ты будешь сидеть на своей попе, то знаете, между попой и диваном мечта не просочится. Если ты будешь сидеть на своей попе, тебе этого никогда не увидеть. И денег тебе никогда не увидеть. Ты будешь вечно бедным, нищим, желать сопли и жаловаться на жизнь. А если ты возьмешь, договоришься, как директор Чичук сказал, договоришься со своей семьей, с детьми, с женой или с мужем. Просто договоришься. Вот отсюда до сюда. У меня уже Чичук сдал один год. Я всегда говорил, три года становления компании. Первые пять лет это практически первая линия. Это вот и старт. Но для того, чтобы построить сеть, структуру, год. Просто договориться, что тебя нет. Ты занимаешься постановлением ездить. Но, опять же, старый-старый пример. Многие сорок лет хватает терпения, сорок лет ходить на работу за копейки. И не хватает терпимости. Три года построить сеть и иметь доход гораздо больше. И постоянно. Но ты будешь что-то сделать, если только возьмешь себя в руки, договоришься, сфокусируешься. Откроешь свой план, полностью распишешь свое мероприятие, все встречи. Как директор Киева Владислав говорил. Ты берешь и четыре встречи в день. И точно так же презентация в городах. Расписываешься. Собрал свою волю и попер. Я сделал именно так. А я такой же, как и ты. Абсолютно. Просто я поставил цель и поехал по городам. Я начал точно так же с нуля. Вы же откуда появились? От этих директоров. А к ним я к каждому приехал. Каждому. И теперь они директора. И теперь они уже до конца этого года выйдут в клуб миллионеров. Те люди, которые уже за историю холдинга в своем личном кабинете могут вам показать, что они заработали миллион евро. Во многих регионах есть озера. И обратите внимание. Летом, примерно в середине лета, многие водоемы зарастают. Такая зеленая вода. Называется? Рязка. А это здесь так называют? Рязка. Вы из какого региона? Рязка. С города Города. Рязка называется? Рязка. Ага. Смотрите. Называется, это одноклеточная водоросль, которая называется фитопланктон. Размножается методом деления сутки пополам. Сутки пополам. Так вот, обратите внимание. Водоем. Озеро. Деревь левое, тело правое. Чистая гладь. На край озера летает уточка с другого зараженного водоема. У нее на ладке только одна клеточка. И она присела здесь. Через неделю край озера зацветает. Видно вам, да? Ага. Зацветает. Потом, прошла одна ночь, каждая клеточка поделилась пополам. То есть, пятно увеличивается в два раза. Еще ночь прошла, еще пополам. Ночь прошла пополам. И, обратите внимание, настал такой период, когда жители села Правого наслаждаются чистой гладью воды, купаются, ложатся спать. Прошла одна ночь. Каждая клеточка поделилась пополам. И это все накрывается за одну ночь. Просыпаются, а там даже уже лодку веслом грести нельзя. Это наглядность, как выглядит наш бизнес. С первые три года потихоньку нас никто не замечал. Но мы сейчас вышли на такой уровень, что уже до конца этого года, если и сейчас, вот если на этот момент, а наши компании еще в нашей стране знают не все или слышали не все, то уже до конца этого года, используя все инструменты, которые никто не понимает, зачем мы это сделали, при чем тут мы, кино или музыкальные клипы. Так вот до конца этого года компания Life is Google будет самой известной компанией на территории наших стран. Ну и, естественно, уже в Европе и Америке о нас знают, потому что у меня поступило приглашение первому человеку, просто, честно говоря, уже времени. Знаете, GoPro, общий мировой конгресс, на котором 30 тысяч человек собираются. То есть они за нами наблюдают, мы уже знаем. И ориентир идет на страны, только на нашу компанию сейчас ориентируются, как мы. Мы достаточно известны. Так вот, сейчас до конца этого года нас будет знать каждый человек в этой стране. Каждый. И вот со следующего года будет такой стран, знаете, самая мощная ступень реактивная, которая предпочит нам и известность, и популярность компании как самой сильной сетевой компании, ну, возможно, не только в России.